Ежова Елена Николаевна Ежова Елена Николаева Елена Николаевна Елена Николаевна Елена Николаевна и выписка у нас не включается в состав заявки. Значит, мы пошли в статью 24.2 про ведение реестра участников. Подумали, может быть, при регистрации мы сможем куда-то вложить выписку СРО, она останется в личном кабинете, и уже оператор будет ее направлять заказчикам. Но нет, в статье про реестр и про регистрацию в ЕРУС тоже нет этого документа. Значит, из практического опыта, потому что наша компания также занимается сопровождением в торгах, каждый день мы подаем заявки вместе с клиентами, мы стали смотреть, что нам дает вообще площадка. И видим, к примеру, у РТС-тендера есть строчка, соответствующий блок, как раз куда мы можем при подаче своей заявки прикрепить выписку СРО. Значит, если у нас при регистрации в ЕРУС этой возможности нет, и в то же время мы говорим, что закон нам говорит, не надо в состав заявки, ребята, включать, как бы остается только пока по старинке мы включаем документ выписку СРО в состав заявки. Кроме того, в Сирловской области выходило письмо департамента госзакупок Сирловской области, там они также подтверждали свою позицию. Пока я пользуюсь возможностью, что мы сейчас на форуме, на строительном форуме, прошу также ведомства рассмотреть этот вопрос внимательно, про этот союз И, потому что действительно непонятно. Закон нам говорит одно, не включайте, ребята, в состав заявки, и в то же время закон не говорит, куда включать. Вот здесь, возможно, в практике будет много отклонений. Мы уже написали запросы в госведомство, у нас практика такая есть, но, как вы понимаете, письма из ведомств противоречат друг другу. И это большая, кстати, проблема, когда в письме от госведомства написано, что это лишь разъяснительный характер, и мы его применить где-то дальше в судах и в дальнейшей своей работе не можем. Вот, поэтому кратко. Мы включаем пока в состав заявки, ждем, когда нам ведомство ответит, и, возможно, исправит вот этот союз И, который приравнивает у нас постановление о доп. требованиях, которые через операторов находят, и просто у нас единые требования. Редактор субтитров А.Семкин